Открытый фестиваль сыра стартовал сегодня в Гродно. Познакомиться с продукцией ведущих сыроделов страны жители областного центра смогут в субботу. До этого качество молочного лакомства оценивали специалисты. В пятницу праздник проходил в профессиональном формате. Молочный мир гостеприимно распахнул свои двери для руководителей и технологов белорусских предприятий, производителей сыра. Профессиональной дегустацией были подвержены более 20 образцов молочного продукта. Для объективной оценки каждому претенденту на победу присваивается свой порядковый номер, так называемое кодирование образцов. Снимается упаковка и все как один предстают перед жюри в совершенно одинаковом виде. Стоит отметить, что качество сырной продукции в этом году оценивали на международном уровне. В составе комиссии представители Литвы и России. Каждый при себе имеет удостоверение дегустатора. Средний уровень сыроделя в Республике Беларусь доходится достаточно на высокой планке. Мы это смогли оценить сейчас, взаимодействуя и очень плотно работая, в том числе и по сырью и по вопросам создания совместных производств с предприятиями Польши, с предприятиями Литвы. Мы одинаково территориально, здесь все это очень близко находится, мы одинаково по вкусовым предпочтениям. И побывав уже много на предприятиях Европы мы видим и знаем, что все предприятия Республики Беларусь и Гродничина находятся на достойном уровне среди предприятий европейских. Главное, однако, пожалуй, не единственная цель фестиваля – как можно больше поведать населению о разновидности сырной продукции отечественного производства. Познакомить общественность с культурой сыроделия и потреблением этого продукта. Также праздник сыра – это хорошая возможность для производителей увидеть новинки коллег, познакомиться с инновационными разработками в области сыроделия и, конечно же, бесценный обмен опытом. Правда, вот секрет успеха у каждого свой, и несмотря на то, что держится он в строгом секрете, помочь советам никто не отказывается. Сама же идея фестиваля принадлежит одному из крупнейших предприятий молочной отрасли страны – молочному миру. Как отметила генеральный директор предприятия, Марина Аникеева, хотелось бы, чтобы мероприятие не было привязано к одному городу, а проходило по схеме – кто победил, тот все хлопоты подготовки праздника берет на себя. Это отличный способ познакомить население нашей страны с продукцией белорусских сыроделов. Сырный фестиваль вообще подразумевает под собой два направления. Один формат – это профессиональная дегустация, центральная дегустационная комиссия. И второй формат – это праздничная. Конечно, будет народная дегустация сыров. И будет определяться народная оценка дегустации сыров. Вообще, надо отметить, что Республика Беларусь достигла значительных успехов в области сыроделия. И потребителю есть что оценить из образцов, которые представлены сегодня. Это достойные образцы. Сегодня сыродельная промышленность в Беларуси представлена не только российской и голландской группами. В нашей стране успешно производят и реализуют сыры с плесенью, твердые, мягкие, сычужные, рассольные и многие другие. Среди крупнейших экспортеров Республика Беларусь занимает пятое место, уступая при этом лишь Евросоюзу, США, Новой Зеландии и Австралии.